Субтитры сделал DimaTorzok Прямой эфир, в общем-то, сейчас будет интересно. Всех рад видеть, всех с наступающим. 31 число, навряд ли, что еще я буду стримить сегодня, помимо этого дела. Да я 100 буду, не буду ничего стримить, наверное, сегодня. Хотя там кланвары типа будут у нас какие-то, но разберемся, в общем-то, что там к чему. Какой призовой? Призовой пока не очень большой, 565 рублей. Вы можете его пополнить, я вам скидывал уже ссылку на этот шоу-матч, пацаны, так что пополняйте. Привет всем, ребят. Булка. Всех рад видеть, как бы, вроде как. Опа, и Паша подошел. Так, вот 9 у них, насколько я помню. Не, ну вроде как видеть Сехат, да. Короче, Милки Као тут батлкрузеры фаст играет, по-моему. Хотя, не, нифига, здесь прокси-барак. Ну, Милка пришел, увидел, что барак отсутствует. Ставит кибернатчику сразу. Начал прокси проверять. А прокси-то вот оно. Не нашел прокси. Реактор пошел после Марика. Фактану. Тамарики циклона, судя по всему. Через этот, после этой игры, браток, Паш присоединится ко мне, ребят. Поддерживайте шоуманч, поддерживайте меня и мой канал, поддерживайте все, черт побери. Да, первое место года около 30 тысяч рублей получился приз. Вполне достойный такой. Ну, по нынешним курсам. Вот около 500 баксов. Ну, к сожалению, в последние дни вообще не поддерживали турнир. Да и канал и меня особо не поддерживали. Ну, видимо, предновогодняя суета не все стримы смотрели. Да и как бы сейчас в стране не самая лучшая ситуация. Поэтому у людей тоже, наверное, на праздники все уходит как бы. Вот. Так что дело такое. Все равно спасибо Яндеку и спасибо всем. Призовой достойный очень даже был. Почаще бы такие турниры была возможность устраивать. Не под новый год, а раз в сезон бы вообще хотя бы, да? Гудгейм. Три гудгейм-мейджера по Старкрафту и один финальный, короче. Но такой возможности, к сожалению, пока нет. Ну, старлайны проводим, что там говорить. Получается, как и есть. Так. Что-то не озвучивает. Мужик опять. Сцеп. Всех с наступающим новым 2017 годом. Исклицательный знак. Сцеп. Спасибо тебе. Чай обновлю. Мужик проселку. Смотрите, мелкий кау приходит на мейн. Спасибо, братва, за поддержку всем. Ну, здесь уже и Мортал есть. Нужно ли вообще было? А, ну тут просто на базовую играет тему. Поэтому, собственно, и принимает решение тиран так прийти. Но тут надо либо атаковать, либо отступать. Так, а, что за хрень? Реклама поперла. Я думаю, звук хоть пошел, потому что я канал обновил, чтобы мужик разговаривать-то начал. Ну, кстати, мелкий кау лимита больше. Здесь либератор на мейне прям есть. Нужно бы танчик запилить бы хоть один. Бункер в рендже либератора, может быть, пилить, я не знаю. Да. Так входит. Пытается просто обойти. Либератора переразложил. Ну, опять же, он ничего не прикрывает сейчас. Либератора сейчас запуксит, Милка, или нет? Не, не запуксил, смотрите-ка. Ну, он сейчас сможет, судя по всему, запуксить. Как Милкикау много перераскладывает либератора-то, ё-моё, это чревато плохими последствиями. Здесь нужно просто построить танчик вот сюда, засиджить сверху либератора, например. Хрена, пацаны, красавцы, вообще, триста и пятихатка, короче, заходят на призовой. Спасибо Агенту 72 и Хейрсплей. Спасибо большое. От Милки и Милкикау я озвучиваю. Может, они, конечно, скажут, вы чё, псы, нам денег тут засылаете. Ну, я говорю спасибо. Ладно, шучу, конечно, ничего они не скажут. Только спасибо, ребят. Бо-9 у нас, между прочим. Будет много матчей, но... В общем-то, одна база в одну базу сейчас, фактически, ситуация. Пытается Милки... Милка куда-то там поехала. А, ну чё он перераскладывается-то? Сейчас такие фейлы от Милки... Вот зачем он раскладывает, раскладывает их? Они стоят нормально сейчас. Пусть и стоят. Так, Милончик на вторую здесь базу у пробца есть. Новый год, не знаю... У кого там что. У меня пока никаких новых годов нету. Вообще странно. Либератор разложенный абсолютно. Ну, нужно один Либератор сюда и передроп на мейн устраивать просто. И всё. Уйти из рейнджа Пилона и продолжать. Уже потом пушить, какая энергия кончится. Вот и всё. Но Либераторов нужно не назад, а вперёд раскладывать. Наоборот. Ну, нахрен они вот так криво разложены-то. Я понятия не имею, блин. Ну, Леми-то больше мелкий кал, смотрите. Здесь Контр Руэкс Призма идёт. Здесь Бараки уж стим пошёл, кстати говоря. Ну, на мейн-то надо развивать успех, на самом деле. Но успех пока не развивается что-то совсем. Так, здесь три адетта прилетело. Мародёры вот не понять куда пошли. Мелкий Као не видит, что ему мэн здесь харасит просто. Здесь танками вперёд не идёт. То надо медивак и танчик перевести просто. Либо уже наконец-то выйти вот сюда, занять позицию. Прикиньте, вот сюда Либератора разложить. Опа, Керич ещё увеличивает. Као там набашляли просто. Уже полторашку уже можно. Агент 72 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает на новогодние мандаринки. Спасибо, агент 72. На ландаринки хватит. На ландаринки есть. Теперь надо что-нибудь другое. Милка переворачивает понемножечку батл, кстати говоря. Танчики на мэнфилле. Это две штуки. Один франжевый верчаж. Просто ползает, ползает. Хорошо. Бомбят, кстати. Либератор дальше раскладывается. Нужно забирать пилоны, блин. Пилоны забирает. Милкий Као. Либератор разложен. Танчик вычините. Вот есть медивак с мариками. Есть медивак с КСМ. Идет дарк. Танк минус один сразу первый. Скан пошел второй. Не подставка. Танчик убивает. Так. Отбивает суки мариков. Что делает мелкий Као. Вот я вижу, что он сверх много лишнего контроля вообще сейчас использует. В итоге он ничего здесь не сделал, кроме пилонов выбитых. Уходит уже куда-то. Зачем он уходит? Непонятно вообще мне. Есть уже стимпак давным-давно. То есть просто убивай, реализуй, наказывай. Делай все что угодно, но только не домой беги. Спасибо всем, пацаны. Короче. Туретки здесь нету на второй базе. Два дарка стоят. Ну видел же дарков. На мэне туретки поставил. Здесь не одной. Вот они заходят. Пожалуйста. Депошечки сейчас все не закрыть. А депошечки не закрывает, конечно же, Милка. И приходят дарки. Неспличенные, правда. Ну нет фугасов. И дарк спокойно из рейнджа скана выходит. Нет, не выходит, Милка. Его недоконтроливают. Здесь адепты на вторую пришли. Тем временем три кс-энки минус нули. Всё, уже просто лимита больше. Чё-то Милка тут разваливает. Хрена. Эль Спизаро, спасибо тебе. Ещё призов увеличился. Сейчас бахает сто тысяч, короче. Больше, чем ГГОДу призов. Ха-ха. Ладно, шучу. Так, навряд ли будет. Ну, было бы прикольно, конечно. Но с перебором. На самом деле, Милке вообще выговор надо было бы сделать. Почему? Потому что накотячил он с ГГГОДом. Уехал куда-то, никого не предупредил. Надо было отказаться от участия, чтобы другому квоту игроку отдать, когда в итоге приходит просто тупо из сетки выпилить его, и всё. Группа одна неполная получилась у нас. Завернулся, чтобы слушать. Перворождённые выстоят! Я здесь, среди... Выговор с занесением в грудную клетку? С ноги, да. Вполне возможно. Так, третью цеху тиран начинает добывать. Чё просто здесь с какими-то сталкерами трётся? Дома имморталов. Имморталов уже пятый строится. И Руба Бэй. Тебя предупреждал? До конца думал? Я уже говорил, что петух тоже думал. Может быть, даже и в конце думал. Но попал не к вегетарианцам ни хрена. Поэтому минус... Минуснули его. Жаль, но правда жизни. Так, здесь танчики и либерки. 111, 128, 3 либерат строится. Цеха с мейнексы теперь летела. Как-то вот мог Милки Кау убить пушем этим стопроцентно процессом. Просто нужно было нормально как бы разложиться и убить. Но он в итоге... Получилось что? Он не смог, короче, этого сделать. Милки Пауза. Мама там в комнату пришла пальцем. Ты, блин, что тут? Новый год на носу, а ты в игры все играешь, короче. Задрот, блин. Ладно, шучу. Ничего такого там нету, видимо. Задрот. Задрот. Все, поехали, я же судья. I'm the judge for me. Я вершу. Ход игры этой. Я в моем власти отжать паузу. Или поставить ее, черт побери. Вот это да, да. Прям просто космос какой-то. 31 число. Новогоднее настроение подъехало. Так, идет Милки в Кау вперед. Либераторы прямо на армию. Процесс разложено. Кстати, их три штуки. Кстати, они жестко сталкеров побомбили. Сейчас эти Либераторы, я вам скажу. 116, 129. Чуть все Милки в плюсе по лимиту у него постоянно вообще. Спасибо, Ишимур 125. Чего без 3-2-1? Потому что резкий, острый, опасный. Как резкий, дерзкий, как пуля резкий. Короче, вы поняли. Так, пришел сюда тиран. Прирост идет. Надо развивать свою атаку. А то что-то встал, непонятно. На депт ловили здесь. Молодцы. Где-то 2 ксм-ки где-то погибло. Не понял я даже. Что именно острая? Голова, чтобы ей думать. А еще я туда ем. У тебя... Пойду потом с девчонками знакомиться. А у тебя красивое туловище. Привет. Ладно, короче, завязывать пора. Пушат тут Милки Као во все. А я еще к охрене какую-то гаражу. Много Либераторов. Вот. Либераторы вроде разваливают, но по земле что-то вообще провал какой-то. У Милки Као идет 75-127. В общем-то... Тут Милка тупо имморталов настроил, а они по земле все разбирают. Хороший способ познакомиться. Ты запомнишь, Олег, где Мик? Нужно только развернуть эту фразу. У тебя красивое туловище и острая голова. Ха-ха-ха. Вообще зайдет там стопудняк. Приходит Милка разобрал. так иконку пора наснять это уже не гг года это какой-то пук 31 числа так можно назвать так нью-кирк да голосовалку просите в чатике вперед что за новый процессор я говорил пока точно не ясно как выйдет мдшные процессоры там по ценовой моменту нужно будет ориентироваться поехали пока не знаю ну чем надо брать запасом нет смысла брать какой-то ну там чуть лучше короче нужно брать запасом проц много там не ссылок скидывали я и 7 6 950 там x за 130 тысячи не только за 130 я думаю не стоит но такой не знаю рублей 50 70 точно понадобится что мы не мамка понадобится и т.д. так а милка в прошлый раз как-то там 50 победил или с каким счетом в прошлый раз минка победил короче милка это хороший способ подзаработать милка всегда придумал на 31 число вот сборе да я ничего пока не беру денег нету ребят денег нет на просто я ничего не беру пока меня есть друг он там магазе работают компьютерном там у них железо как бы он фанат сам железо там он просто может на полчаса начать зачёс про то как какой сокет чё где и т.д. короче что аж уши завянут ему иногда тоже приносит фанаты местные там железо как бы меняют то есть на самого топовая по лету как-то в начале осенью он мне предлагал там кайта и 7 неплохой за 50 рублей с небольшим взять которые стоят вместе с мамкой который стоил 88 тысяч на тот момент например как бы ну будешь чел там другой себе более жесткий у запрос меня у меня не было тот момент как бы свободных 50 тысяч к и вот может быть черт это будет предложение знаю короче надо смотреть просто на стриме что-то сейчас вообще его поддержку упала очень сильно вот этот месяц и ну а месяц декабрь вообще провальный если бы не 300 премиум которые там ну на конкурсе достались там очка я не знаю летом больше получалось к бы заработать потому что ну не знаю почему короче но сейчас праздники да как бы сейчас свободных у людей финансов немного так и пробку запилил здесь смотрю мелкий каутс и опустая вот но в любом случае прод нужен будет я собираюсь стримить пока этим заниматься грейдится нужно качество лучше не могу как бы 45 даже fps запилить 60 проседает качество нужно нужно просто усиливать это пока приоритетная задача для меня как просто еще задачи по семье как бы и т.д. что на первом плане стоит здесь пока работает ну 30 fps нормально ну хотелось бы да чтобы получше было да приходят а бункеры ёма где ксм как то насколько медленным надо быть нас вот молодой а такой медленный просто выведи сразу ксм куда строй бункер посадись сюда морпехов все вот этого всего не произошло бы с мелкий кау если он был бы не слоу кучно и сейчас реакцией похоже вообще на 2-0 ребята хотя здесь а может быть здесь минки и подрешают вообще поэзерга 50 fps 5 к битрейт недавно кто-то говорил что импайр зерга стопе 100 fps битрейт не ставил ледоколы что пригорал маленько сюда столько мил какао 20 не ну пара интригу создать что за дела а то мы так даже на клан вар успеем если так в таком темпе все пойдет и Ну что, ребят, третья карта у нас. В прошлом году с каком-нибудь счетом шоу-мачик закончился, ребят, то шарит. Я уже не помню, ни хрена есть, честно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, Бу-9 у нас, Милка 2.0, Пилон Гейт, Проксик, что ли? Или просто разведка. Здесь по Спилону разведка, кстати. Да фастбатлкрузера надо играть и не париться. Походу, дело в таких ситуациях. На всё ответ. Фастбатлкрузер, ответ хороший. Блин, я Пашу забыл позвать, чёрт побери, блин. Надо записать после этой Пашу позову, короче. Хоть на пару-тройку игр. Покачай на 1 ледь. И на стол развить тоже. Смерть на пороге. Так. Как-то пошла. 9 тыр. Уже можно и 3 брать. Ну, убери её, пожалуйста. Тебе никто не запрещает это делать. Запрыгнул реперу, пилон забоялся, улетел. У меня, во-первых, и 9 тысяч нету, а есть 4 восьмёрки, во-первых. Во-вторых, это не учитывая комиссию гудгейма, там, и т.д. Всё указано, то есть там больше надо собирать. Рык нахрен мне ай-3 обосрался, если у меня ай-5 в порядке. Так, поржал, милкин. Это очень похоже на адепта Глефа и дропчик в перспективе, как бы. Вот, ну, а здесь, кстати, интересный вариант развития событий. Что-то милка тут нагромоздил зданий просто. Около рампы здесь, здесь. Пробок пока нет, то есть минки сейчас, если минки смогут нормально вкопаться, то они зайдут очень даже неплохо. Плюс ещё здесь слабо, то есть танки будут в перспективе, на самом деле. Минка десять пробок подрезает, пацаны. Десять. Десять. Ни много, ни мало. Десять пробок она подрезает. А это в газ стрельнуло. И фотонка доделывается. Надо увести из-под фотонки минку здесь обязательно, вот эту вот. Милка вообще не контролит. Адептов зато на мейн смог себе завести в итоге. Здесь марики заходят с рипером, сейчас будет нексус минусоваться, но сейчас варпанётся пару-тройку ад... Ой-ой-ой, адептов нужно выбить, пока не доделалось. Плюс один и глефы, если они доделаются, тут два адепта расковыряют весь мейн. Вот плюс один доделался, great, ребят. Адепты начинают унижать. Танчик прилетает, здесь не надо лезть под уверчажи, ни в коем случае вообще туда нельзя лезть. Так, здесь минку с уверчажем выбивать успевает минка. Адепты стоят, ещё два приходят. Глефы плюс один, это катастрофа для рабочих, это просто они тыры-пыры делают адепты с рабочими, блин. И с мариками без щитов, без всего. Неужели и эту мелкика у него играет игру? Влетает Либерон, раскладываются в ренже пилона просто раскладываются. Ну как можно такие ошибки тупые делать, а? Ну проезжаешь пилона Либератора, я уверен, что он достанет семью ранжами сейчас до Либератора. Вот, улетел куда-то, куда он улетел-то вообще? Как же адепты тут ковыряют? КСМкам приходится, прикиньте как они злятся просто на командующего, им приходится запиливать рабочих. Работащих приходится адептов запиливать с плюс-один иглефами. ИТ отключены все, кроме одного сейчас Дарк один будет готов или не будет? Будет готов, Дарк будет, но не сейчас пока что. Вот он первый Дарк попер, но есть сканы, кстати говоря. Ну в этой игре прям интрига на самом деле, у тирана больше боевого реально. Здесь разваливают вроде как Милки Кау. Пришел Дарк на вторую, здесь адепт пытается зайти, нет, адепт не зайти. В то время танк готов, Дарк готов, Дарка надо спалить! Дарка заметил, но не убил сейчас Милки Кау. Надо факта не работает почему-то, я не понимаю почему. Два мула выкинул, ССХ поднимается, улетает, а здесь энергии 41. Кстати, сканов много на самом деле здесь есть. А циклоном захватить Мазеркор вообще не пользуется, просто не пользуется захватом. Заходит на ХГ. Так, здесь Архон есть. По Архону бомбанул танк, по Архону бонус дэмэджа нет, 40 по Архону все наносит танчик. Здесь вот еще один танк заказан наконец-таки. Дарк зашел, развел на скан, короче, вообще слоу-починск просто какой-то город. Дарка ничем не выбить, короче. Хоть шарика выбил белого, и то хорошо. Продаются два бункера, танчики вперед не эксус просто устанавливают. Смотрю. И все. Минус циклон. Есть талк, есть туреточка на рампе, неужели? Неужели и эту игру не выиграет мелкий као просто? Ну я не знаю. Вот такую игру отдать это... И еще и взлетел. Куда ты полетел-то, ё-моё? Да тебя ж никто не трогает! Что ты полетел-то, ё-моё? Никто даже вопрос не поднимал в этом вообще моменте. Кто это, кстати? Это шоу-тайм. За фрицев тут Милка впрягается. Я тебе дам, ё-моё. Улетел тиран домой, стим пошли, чты. Равина строить. Равина строить. Религия не позволяет. Так, Либерончик вниз идет. Вот Дарк тут бегает. Опять скан. Опять скан мимо всего, короче, попер. Просто называют пособие, как сканить просто землю, короче. Жри землю, пей в аду, короче. Пей в аду. Полетели мудро. Здесь третий них уже попер. Щиты делаются. Ну, пока у тирана боевого больше. Всего больше, конечно. Вот пошел дроп восьми мариков, которых можно успешно сейчас слить просто на этом дропе. Так, что там происходит? Кто на новенького? Ну, Тинькофф тоже 1200 заходит. Ты, что ли, Яндек? Или у тебя нет вообще здесь? Похоже, что да. Похоже, что ты. Судя по названию, откуда там что-то. Москва, Москва там, троллевали. Да. Я играю, как вчера, браток. Восемь мариков прилетели и не улетели. Но я не люблю его сейчас. Восемь мариков. Восемь мариков это. Восемь мариков это. А я думал в ломи девака энергии нет У него полная наоборот энергия Идёт мелкий хау вперёд Прямо мариками воды впрывается Иммортал правильно зафокусал Пугасов нет у мародёров Насколько я вижу Танчик вседжонский пошёл Танчиков один залп успел сделать Или даже два Сзади адепты зашли и отдались в очередной раз Да варп трёх дарков А скан есть? Скан есть Скан дарков Хорошо дарков развалил Пугасов как не было так и нет Ещё раз Иммортал подходит в рейнч Бил юнитов Милка уходит Ну тут третий некст надо развалить Уверчаж очередной ставится Трубки поехали Куда-то непонятно ГГ 2-1 Сейчас братку надо написать Пацаны Чтоб он разбавил моё комментирование Унылое Сейчас Паша отвешу ГОММЕНТА ГОММЕНТА Так, ну что, Паш, ждём. Паш какие-то там повторы смотрят в ДНД. Дайте сразу ему наберу в тупую. Попробую. Так, пацаны, поддерживайте меня и мой канал обязательно. И шоу-матч поддерживайте. А вот Паш звонит. Так, Паш, здорово. Здорово, Серёг. Прыгать там через меня в этот, в игру. Кто там играет-то сейчас как? Милка, Милки Кау. 2-1 счёт уже. Милка ведёт, короче. Но у них Бо-9, поэтому ещё пару-тройку игр посмотрим. Давай, давай. Так, за кого болеешь? Слушай, не за кого, но в прошлый раз, я так понял, вспоминаю. Сейчас стримил тоже пацанам в прошлом году. Там Милка как-то на 0 что-то, чуть ли не 5-0 или 5-1 как-то так развалил. Поэтому за Милки Кау, за Тирана, чтобы он получше. Но тут уже карту взял с предыдущей вот в этой игре и уже, видимо, лучше, чем в прошлом году. Нифига, если они что, каждый год, что ли? Ну, типа да. Я говорю, как-то хитро и Милка просто придумал себе способ перед Новым Годом срубить лишних пару рублей. Молодой, а уже, гриба, грамотный. Прошаренный, да. Вот, кстати, вот сейчас я могу тебе скинуть ссылочку, там, может, по рекламе в чатике, может, кто поддержит. А, что, шоу-мач? Да-да-да, пацаны тут уже на поддерживали. Наши просто там было перед ночем 500 рублей призовое, а сейчас уже почти двушка там накидали. Так, тебе не слышно, как у меня сверлят там где-то вдалеке, как бы, трой сверлят у меня там где-то соседи издалека, так что-то странно, скопировалось. Пока нет, но я такой шум, знаешь, слышу, типа, как ветер какой-то. Ну, да, нормально, нормально. Ребята, ну, в первую очередь, конечно, наши стримы поддерживаете тоже. Ну, да-да. Там пацанов уже нормально там. Да, у них уже нормально там призовое, так что... Тем более, как я говорил, Милка, ну, я не знаю, что это. Ну, ему небольшое занесение, выговор сделано уже, потому что, ну, подвел нас на ГГГ-года. А что, кстати, с ним сейчас, почему он... Ну, мама куда-то уехала, увезла, вот, он думал, что там сможет играть оттуда, как бы, оттуда не смог играть, там, что-то будет, что-то с интернетом было, что-ли, или что, как-то, я не знаю. Вот, и в итоге так получилось, что мы не поменять не успели, ни он не сыграл, как бы, ну, вот. Ну, да, неприятно. Жаль. Уже, как бы, ну, то есть, неправильно менять уже, когда все игроки на канале сидят, и тут выясняется, бах, что нету, короче, он не очень, как бы, грамотно. Все-таки мы там, ну, официально все делали нормально. Вот. А так там как раз, как раз-таки был Аверс, который супер хотел сыграть. Мог заменить Милку. Да. Все, все готовы, вроде. А, Милка, Милка ведущий сейчас. Нейтрал мне тут пишет, говорит, ну, чуваку подарили перфоратор на Новый год. Да, ну, если бы сразу к работе приступить. Да, 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 протестировать, а. Ну, что же, кстати, тебя тоже, Паш, с наступающим. Спасибо, Серега, тебе тоже. Так, ребят, всех с наступающим Новым годом. Да, да. Ты как? Дома будешь? Покушаешь? В гости. А, в гости к сестре. В гости к сестре. Правильно, что. Как раз, ты вот помнишь, говорят, что до 7-8 часов где-то я как раз вот и думал там потом пойти помогать еще. Ага, ага. Ну, я тоже думал бы, что нужно будет, а так вышло, что мама что-то тут к дедушке в деревню поехала, а тут аж два салата сготовила, ну, лучше их, короче, съесть, чтобы новое не испортилось, там ничего, походу. Сегодня не буду особо заморачиваться, там, бутерброды сделаю, вот, и все. Ну, что равно, да, прикольно так, удобно. Ну, да, тем более, что, да, вот, когда я говорил, Даша, жена моя заболела, но сейчас уже, как бы, они к бабушке тоже с дочкой поехали, вот. Я второго поеду, ну, лучше стало. Я там икру засолил из форели, как бы, чтобы не пропадало красное, вот как раз из нее бутики сделаю и хорошие. Хороший, хороший. Так, кривая точка сбора, у Милки что-то рабочие за рабочим, а, нет, это за рабочим, за рабочим. Посмотри, что тиран-то начинает. А, тиран-то тут, ну, все, типа, уже, короче, только одна игра была, где-то этого не было, прокси никакого вообще, вот. То есть, 1, 2-1 Милка ведет, если что, счеты бой 9 у нас, вот. То есть, до пяти побед, короче говоря. Хорошо. Ну, как ты думаешь, вообще, вот этот, ну, здесь, мне кажется, процесс, если разведает, то ему довольно-таки просто отбивать. Ну, то есть, конечно, здесь от микро зависит, но здесь карта такая не особо удачная для рипера. Да, непонятно, что еще здесь будет, просто в предыдущих играх Марики и Циклонов строил, Милки Кау, то есть, фактун делал, и, судя по всему, здесь опять то же самое поперлок, и в два газа уже, вон, у тирана, там, на мэне. Вот. Нифига себе, такой интересный билд вообще. Ну, Милка, как бы, он Ка видит, тут он в первой игре закантрил, именно он профсмейна контрил, вот. Ну, нормально, да, потому что цикл спан здесь стоять, это очень опасно, я считаю, нафиг, а то еще там не набикришь где-то. Ну, конечно, да и нет, зачем, вот, если ты видишь, что у тирана нет ничего. Я тоже, как даже у Транчика играл, то есть, если можно, если можно тирана, например, как бы убить с каким-нибудь однобазовым блинком, да, даже, который развивается дома, то зачем рисковать, когда он вообще что-то не понять, что делает, и, там, ну, вторую раннюю ставить, то есть, можно просто перестраховаться лишний раз, да, там. Ну, да, раньше убить. Ну, то есть, если перестрахуешься, наоборот, потом можешь дать шаг за оппоненту и прыгнуть. Здесь так лучше грохнуть, да, да, да. Непонятно, с чем перестраховываться, тоже иногда бывает, знаешь, типа, либо робо, либо старгейт, либо твайлайт строить, как бы все это. Ну, вот заманчиво, как бы, получается для Прокса. Там с робо опсы имморталы будут, с твайлайтом, с блинком можно потом будет разводить, с твайлайтом тоже, как бы, ну. Ну, тут вообще, мне кажется, самое лучшее билет это, как раз таки, старгейт, что Милка выбирает, потому что сейчас циклон, они слабее по воздуху стали. Ну, да. То есть, и Void Ray там могут, и Araday, и Oracle может нормально, но лучше все, наверное, Void Ray. Ну, старгейт, он просто, и с Фениксами, например, можно и циклонов законтрить, и Либератора там законтрить, и там, ну, много, короче, что можно законтрить, пробо. Да. Только, типа, почему Милка не ставит фото на вершач, что-то через Прокса? Да, непонятно, было, тянул что-то до последнего, типа, уже дал. Ну, то Милки Каут, вот, есть, есть КСМ, нужно вычинивать просто циклон, как бы, резво. То есть, с такими пушами, ну, нужно пару даже КСМ-ок выводить, чтобы побыстрее, да, там, вычинивало. Да, да тут вообще, можно сказать, можно даже больше, тем более карта маленькая, тут ехать недалеко. Да, просто циклоны, допустим, вот он погиб, и армия там ДПСа просто немерено теряет, а с циклонами, как бы, всё замечательно. Так, циклоны заходят, 4 пилона здесь, на пилоны выбивать просто пока у верчажа нет, у верчажа-то ещё долго не будет, на самом деле. 30 секунд, да, сейчас, сейчас появляется, да. Сейчас, Милки Каут заходит прямо внутрь сейчас, база оппонента. Потом верчаж, вот. В верчаж пошёл, ну, 10 циклон, плюс марики, как бы, он хорошо наваливает, на самом деле. Ну, чё-то пробки всё-таки окружили, в итоге-то. Так, мне показалось, что лучше бы пилона он просто выпиливал бы и прироста ждал бы, как бы, почему-то так, ну. Ну, там, видишь, просто было, получается, если бы там, он видел, что несколько секунд оставалось до этого. Ну, да, решил, драйфи, да. Да, потому что я хотел пройти, да, но не получилось. Не, ну, просто можно было назад, как бы, отойти, подождать новых армий, типа. Да, да, да. Ну, и так, ну, и так, тиран давит, и 20 просто на 10 по-боевому, вот, нужно сейчас за пилона лезть, типа. Так, Феникс минус один раз. Надо Мариков за этих зооциклонов уходить. Ну, ладно. Блин, ну, тут всё очень плохо, у Протса, конечно. Да. Тут вообще всё отвратительно. И, чё-то тут Прокси-то Милкин и, Милки Кау, точнее, заходят, прям на ура. И Либератор уже прилетел. У ГГ пишет, Милка. Для меня просто непонятен момент, почему он заказал Фениксов. То есть, Феникс это, наверное, самый худший вариант, вообще, если дорогие этапы, потому что они по земле-то атакуют, как бы, не очень хорошо. Да, нет, просто, нет, Феникс это интересный расклад. Да, но когда однобазовый, вот с двух баз, да, допустим, у тебя там есть уверчаж, у тебя уже приростик какой-нибудь какой есть. То есть, просто задача их, когда поднять с эклонов, там, под уверчажем, и ты знаешь, что до вар пойдёт хороший, да-да-да. А здесь-то, получается, нужно, можно, например, экономику Оракулом сломать, а потом Фениксов строить. Ну, не знаю, как бы. Просто, да, то есть, получается, как бы, Оракул может, например, в дефенсе помочь и в атаку вперёд полететь. То же самое Войдрей там сразу с разогревом, тем более, когда ты находишься на хайграунде. Это же вообще жесть. То есть, колбас, ага, всё, хотел прыгнуть. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим, как, вот сколько здесь будет ещё улынов таких интересных. Игры со зрителями, я думаю, кстати, можно будет сделать здесь игры со зрителями. Ну, сейчас, как шоу-матч кончится, да, там, 3 часов до часиков до 5-6, там, можно, чё, пару сыграть с новогодних, там, последних. Ну, про другую группу хотели посмотреть, особо времени нету, да, сегодня посмотреть, если надо хотя бы часов пару-тройку, как бы, да, там, чё-то это. Да, да, то есть, поиграть нормально. Ещё Оракул ловушку умеет ленить. Кстати, да, ведь Оракул сейчас зачастую не заценён, вот этот каскок, ну, стазисные вот эти ловушки, как бы, они решают очень сильно. Напрягают вообще бешено, потому что, когда постоянно, то есть, если, знаешь, ходишь, там, если, например, какие-то адарки, там, ну, то есть, это получается, как мина, практически, то есть, тоже, ты её можешь, конечно, увидеть, но когда идёшь, да, и по мини-карте, например, ничего красного не светится, и можно вот, ну, то есть, получается, в чём прикол, надо отправлять одного юнита вперёд, но, специально, да, а если один юнит впереди, там, например, те же сталкеры могут подойти и на халяву убить, ну, то есть, вот, приходится разделять армию, а если армии немного, то это вообще очень опасно. Ну, то есть, в общем, я не знаю, милки надо, конечно, делать, вот, либо Voyed Reif, либо Оракулов, И тогда он отбиваться будет нормально от этих пушей Причем ему, кстати, даже второй гейт особо не нужен Там нужен продакшн просто нон-стопом гнать-гнать-гнать И тогда все, вместе с Мавершип Кором это нормально отбивается Просто этот пуш, он работает, точнее, улына тирана в таком случае Если вообще он рассчитан против халявщиков протасов, которые не делают разведку Потому что они, конечно, там ставят Нексус, там ставят Пилон, ставят гейт К ним заходишь, вообще привет называется А тут прямо при разведке получается Увидел, но вот То есть вот этим Старкрафт, кстати, и хорош Что не всегда, когда увидишь, еще может отбиться Пришел, увидел, но не победил Так, ждем, ребят, короче Там пока вернутся, пацаны Как я грил там Наверное, Милке мама заходит, что ты там играешь перед Новым годом уже, пора Свои игрушки там Пальчиком грозит Милка, по-моему, кстати, из Калининграда, если мне память не изменяет Из необычного такого региона Там же разница вроде в два часа, нечестно, или... С нами сейчас, да нет, я думаю, сейчас как бы, потому что, ну, все-таки... Я не уверен, ну, по-моему, что-то было такое, что Милка оттуда, как бы, вот... Ну, разница есть, стопроцентная Да, час, час Да, прикольно Даже, ну, как бы, получается... Я-то просто думал, что два часа, знаешь, как, типа, как Европа практически, ну, ладно Не, ну, все-таки тут, как бы, законодательно, видимо, страна-то одна Это же с Европой разница из-за того, что они переводят А у нас там этому тата начал, этот Медведев, как бы, что-то сначала отменили, потом опять перевели И опять зафридили, там, что-то, короче, вот эта тема, говорю, ну... А так-то, ну, зачем? Так, по идее, как бы, ну, и, наверное, ну, вот... Ну, от Пскова до Москвы, там, да, там, 800 км То есть по европейским меркам, может, и здесь сейчас разница можно было бы сделать, получается, да, как бы? Да, да Но зачем это нужно? Так, 2-2, кстати, что-то прямо в этом году, да? Будет ли опять прокси вопрос? Да, ну, главное, не барак, может быть, фактор, а, кстати, Милка уже едет сразу Да, Милка воехал проверять А Милки вы удивляет Может, сейчас с одной базы как-нибудь сыграет Не, поехал, кстати, поездку поставить Прокси факту у нас Красный Теран Или он, ну, это такая у него разведка странная Сразу после сопла, интересно Но они встретились с этими рабами Нормально Встретились Ну, да, не, наверное, вот этот Хотя барак дома Как бы, не, наверное, все-таки вот не будет Заблочил, кстати, депошкой Я говорил, надо, ну, что, нужно, как бы, прокси, батла... Не прокси, а просто фаст батлкрузер и поехал Чего тут париться, короче? Зачем затягивать? Пацаны, да, пацаны оценят, там, призабую увеличат, не знаю По-любому, да, там... Так, Nexus будет, да, запилен сейчас? Ну, да, стандартно Ну, мелкий као подблочил Nexus не запилить, но кибернетку, конечно, ставить Ведь здесь еще инженерку может тиран пилить Здесь уже смысла нет не заказывать кибернетку Ну, да... Так никогда не угадаюсь Будешь ждать, тебе инженерку пилят Не будет ждать, уедет просто к СМ Тут надо принять решение просто Макрая игра, походу, намечается У нас оба стоят локации, вторые Да, рипер у тирана Только, правда, барак стоит, что реактор Нужно перелетать таким образом Ну, видимо, фактат, значит, не реактор будет Потом фактат Ух, сейчас пробку еще ревер подрежет, нормально Да Опа Я думаю, уже забил, да, полетел Ну, все-таки нет, так нельзя отставлять Почему? Потому что только рипер, там реактор строится, пробку убит Все, абсолютно, вообще Да, может еще поставить какие-то пилоны, там, всякое такое Вообще, подопрягать Смайл в 54, говорит, поиграть в совместные задания с мутациями Штука веселая, Паша подтвердит Паша, что там, наверное, какой-нибудь левел уже гигантский Ну да, там уже 50 уровень там Так что в этом плане пойти очень тяжело Там от героев много зависит То есть от того, как прокачан То есть там само исполнение не тяжело, но вот из-за того, что просто у тебя будут герои слабенькие Поэтому Ну это прикинь, как, например, мародер, например, сделает, который в два раза меньше урона наносит Ну как бы это вообще бред Ну да Слушай, а там получается, как бы по сложности нет разделений, да, этим заданием как бы или как вообще там все происходит Ну там, там есть, там можно ставить, то есть, знаешь, типа уровень сложности Там четыре уровня сложности, но мы как просто на эксперте в основном играем А, нет, нет, в смысле не эксперт, а там карты все как бы одинаковые для разных уровней Да, 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 все они одинаковые Но там есть, конечно, знаешь, просто для каких-то героев более удобные, есть более неудобные в этом плане Ну, понял То есть, ну а так в целом они примерно все равны Ну сейчас матч кончится, там уже по обстоятельствам посмотрим Да, ну я думал, лучше со зрителями, ну на патах там что-нибудь такое Да, потому что в мутации в Тотоково мы будем играть Да Так можно проявлять еще народ все-таки 31-го, кто-то, у кого-то уже на Востоке начинается Новый год там, да, на Дальнем Востоке, я имею в виду А кто-то еще коротает время пока за стримами Поэтому можно будет сыграть Да, порубиться Так, Reaper пытался, запрыгнул наверху, вилл 2 Дейта Больше ничего не увидел, погиб Здесь интересный билл делает сейчас Milky Way То есть будет, видимо, дроп в Марике А, Milky Way, да, и есть Милки Вый и этот, второй, как его? Второй И Kinder Surprise, Милка Два друга Я просто думал, может быть у меня что-то забаговало, знаешь, такой, какой-то другой никнем это, фаш я не обратил внимание что так вот в общем они получается сейчас у тирана вот как раз вообще какой-то здесь может быть пуши с танками есть дробь какой-то интересный сначала видимо пса хочет поймать такой сейфа убил контроля инженер очка пошла то есть лабанов на бараке будет там стимпак ну как бы на то на старпорте поспешить там с реактором и газ на второй базе стараться добавить депошки какой-то не прораб строит тоже непонятно со щелями в стенке он специально знает чтобы зилу ты марики могли приходить а вот чтоб stalker не 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 против механики когда играешь здесь забил терна так специально supply ставишь чтобы пехота пробегала гелиона там не могли проехать но мелко как-то очень уверенность есть вообще сейчас идет то есть у него уже третья база контролирует частичную вам базу оппонента хотя при этом здесь полетел дробь как-то интересно кстати толк разложил тиран прямо на рампе и все и 2 прямо в том же точке только шкань короче да и вот залетает на мэй на нам и не только один пилон 1 час среагирует мелко но тут есть кстати здесь есть а в сервер самое главное пробки уходят не успела минка что-то отреагировать вовремя но зато на 2 уже не вкопается точно там нагло конечно такую армию пытался еще выкопать нифига себя пытался увести мелко-кану что-то не получилось он же мелкий вой и выход будет по ходу с двух бас такой ночью мощно полями то неплохо у тирана все единственное что как-то немножечко накосячил слабый мелкий гаук со второй то есть получается что steam будет намного раньше счетов секунд на 40 там и хорошо чтоб в таймингу но с другой стороны пока он тут сложится пока дойдет уже на на все будет другое дело что не перезатянуть бы в принципе этот ну да и проза не почему сейчас не идет еще живота уже надо идти конечно так медивайк ему ждет но один еще с плюс два три будут на медивайке в такие пуши на густах приводится то есть они вылезают сторон не поддержал ваш канал на сумму 500 рублей тысяч на турне брали пайпл и спорта просто не только экспансии держаток он еще весь пуш задержал на 30 это же ну блин очень-очень жестко спасибо роните за 500 2000 турнир сквозь нашел мачты между закинуть хорош хорош да да просто выпал я не знаю чего ты сейчас скидывал из как бы хотите поддержать меня или пашу пацаны через paypal это только на paypal напрямую можно короче миша говорил что какой-то нехороший человек в общем-то что-то куда-то там присылал деньги и потом ну на отмену поставил на paypal и до хрена короче там чего ну как бы не знаю специально не кричит он поставить да и а там как бы в течение месяца возврат происходит и вот из одного дурачка пришлось как бы ну убирать просто paypal у всех со способов облата как бы ну я думаю что может еще он вернется как защиту от этого не придумать но на его надо что-то продумать так диспретинг то идет найти мелкий као больше по лимиту он жестко давит танчики разваливают иммортал фокусе даже танками при этом всем но сначала это нужно было вот потом то не особо как бы что ну как раз поля ему стрелял мы просто немного не хватило как раз вот армии чуть-чуть а так уже думки удобно хорошая позиция занимал тиран мелко летит либерал призмой но призма хотя не пока только в центре это может быть дотекание здесь как раз эти отступает отступая здесь тиран так отступает что прилетел либераторами прям по кизму нормально да в целом кстати тиран ты очень даже неплохо он добавляет уже второй starport на реакторе то есть будет много либераторов и продолжает пуш но конечно не знаю здесь очень опасно потому что либераторы с они разложатся хотя сталкеров немного хотя нет сталкеров нормально минусы либераторы и получать еще развалились пока рашни грегать раунд 30 поесть но как-то все тяжело уже нужно вот первый пуш смотрелся очень неплохо поначалу все правильно то есть иммортал это такой интересный юнит там конечно не только вы морковку косяк как бы то есть получается да ему как бы желательно каким-нибудь мариком кликнуть него снять поля а потом уже всем дпсом на него навалиться как бы а там получилось что мелкий као первого то вкуснул уже без полей а второго начал танком и там юнитами стебать он как раз поля врубил и там вы решали эти поля немножко и в общем короче были там посяки так здесь биостимец надо вступить назад здесь может быть за бараками как естественный преграга да и получится получше драться либераторы вылетают прям под сталкеров выводится они неприятно 3 вообще туда смотрит куда-то и похоже 3 2 милка и као дрался на черном молодец пуш что 7 с и кстати немного еще потренироваться то есть пораньше делать либераторов то этот пуш будет очень очень мощный то есть он вообще там кайк корейцев ты навыщен такие был до любит то есть это похоже вот именно как 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 именно и на выше то есть немного потренироваться и все будет окей так пацаны короче насчет пайпала да грустно без пайпала но вы если хотите как бы там тот же шоу матч подержать пока она ну на кошельке есть гудгейма кого какие-то финансы можете присылать не там ну или с паши канала или паша на пайпал как писать просто что нужно я смогу допустим с кошелька туда нашу матч напиливать но другого варианта здесь просто нету к его другого просто нет варианта пацаны да ребят к сожалению сейчас именно с пайпала я имею ввиду они как карта выбирает лузер или у них уже заранее все карты выбирают меня спрашивают почему рейндж либераторы редко играют ну на самом деле они редко просто на ранних стадиях сейчас на большинстве карт сделали во первых против протаса еще тоже это рандом потому что если старгейт ну то есть либо процесс если разведает или сделать старгейта он законтрит эти домики легко а если в более поздних то это надо сто процентов добавляет с дорейндж либератора потому что это офигенная тема то есть либератор очень сильно усину как бы мощь просто большая становится да я пополнил там стоит еще комиссия организатора оказывается шоу матча какая там 10 процентов сейчас еще напилим тогда короче еще немножечко в 2013 надо 2017 доводить ну пока только 2000 мне это не надо ничего возвращать комиссию просто можно было короче это ну как бы пацанам поставить но она тебе вернется данный аккаунт и можешь как бы им напилить потом просто и все вот 2017 респект фолинджеру призовой стал так так достава скорей сумеречной башни это кстати где их найти то получается только надо только не к не карты надо там сейчас унижает создать а с модом только знаешь как там гейм хард да да сейчас мне просудить что-то позаговывает такой наш как-то первый раз еще загружается своя игра сейчас в городе короче мелкая вроде так сейчас скину просто канал что-то со всеми вместе сидел да давай-давай так вон туда почта хорошая карта вообще отлично это очень круто так сейчас до карта кстати прикольно она макро к карта к мясная сколько там крутейших игр было на самом деле джоннистый канал ребят закину ох мне столько здесь каналов вообще открыто так аминка а все отлично делька рубль спасибо пацаны а я думал от тебя не рубили аж целый залетел бят подчеркивание по он чё держал жангам ручки 100 рублей сообщают всем новом году много-много молочка прямо как на сегодняшнем стриме с новым годом так не зайти типа и вроде вот и зашли баги да вот эти конечно то что проблемой надо с созданием игры нет что-то милку не пускает видимо лоу он наверно короче это наверно просто не нажал мне кажется милка что он молчит как бы спасибо пацаны всем за поддержку короче ну респект он вам те кому что там затыгрышет процент которая организатора шоу-матчу кто там можно короче поставить ну радикал там он смысле кто создал просто со мной вот в разделе в этом просто можно поставить типа дину 10 сайту как бы по дефолту идет и можно 10 типа поставить но организатор себе может поставить можно отменить вообще а вообще то есть вообще никакой комиссии не выдаст они за минута только 10 будет процент сайту и все так а так 20 получается организатору и как бы так косолапая спасибо на киви 500 вижу с наступающим тебя тоже да с киви нет проблем но но с киви только на киви сами понимаете потому что как бы на гага киви не работает уже давно на самом деле они помню в чем там суть была как бы она тоже почему-то там отключена она была надеюсь paypal вернут да не paypal как бы с него просто очень удобно многие ведь как бы смотрят и из-за границы ребята как бы что там там paypal основная получается платежная система и так вообще удобно просто тема до да пупал очень давно кстати шумаще там при свете за первое место идёт или как вообще на нашем то вот этому вообще кстати там же можно как-то распределять не ну как бы можно договориться кто-то вывод потом себе просто там как бы она же капает на амиза организатор может им распределять Это сразу при создании, наверное, делается, по факту. Я тоже не особо шариваю в этой системе, но обычно сразу при создании можно написать Локичу или кому-нибудь. Это уже не имеет смысла сейчас. Да-да-да. Контролируем весь процесс. Так, у нас здесь, в общем, Тиран играет через быстрый газ. Но, скорее всего, вообще, какая же офигенная карта была. Жалко, что ее сейчас она не поставила. А там уже есть 100% инфа, да, что за новые карты будут в новом сезоне? Да, там даже уже в своей игре можно посмотреть вроде бы 4 новые или 5. А сколько из старых? Сколько останется? А вот это, кстати, я сейчас не помню, к сожалению. Ну, там вообще получается, как это все, 8 или 9 карт это будет. Но вот новые карты, просто там они такие очень специфичные по-своему. То есть на каких-то карманах будет экспанд, на каких-то нет. То есть опять вообще разноплановые. Странно, они, ну, как бы, постоянно по многу вводят. Водили по паре, как бы, там, и видно было, приживутся или нет. Просто, ну, как бы, на каждый сезон раз в 3 месяца, там, ввели 2, как бы, там, голосовалочку провели, а тут сразу 5, как бы. Ну, да. И все эти карты хорошие были, старенькие, добренькие, не знаю. В брудваре ведь многие прижились вообще со старых-старых времен, там, да, карты. Да, да. Просто, да. Хотя, вот сейчас, скорее, смотрю, там, какие-то другие уже, ну, только некоторые, там, Fighting Spirit, еще какая-то, которая, такая, загубляя, короче, на двух. Я их даже под названием, там, что-то, вот Fighting Spirit, я помню. Ну, вот, я, я ее тоже только и помню, потом, то есть я вижу другая, там, еще, знакомая есть, не могу вспомнить, там, еще, такая, короче, со второй базы, типа, маленькая рампочка была. Третья Mineral Only, там, большая рампа в центр, и не четвертая, там, булавка по левому. А, я помню, что ты говоришь, причем на одном уровне они находятся, да, то есть, спасибо, что решили постремить пацанов. Комиссию не забирают, только не замечают. Значит, что-то есть, так, карту я вспомню, карту я понимаю, что ты говоришь, а вот, как название, ну, ты сейчас давно не играли, тяжело, так, скажем, вспомнить. Ну, не специфичные, там, тоже названия были такие. Но карту, я именно помню, да, там такая прикольная, там, еще в центре нельзя было здание практически, нельзя строить. Да, 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 ну, вот, ее я видел последним и все, как бы, там, и даже, даже там, как-то вот Destination популярный был в последнее время тоже не играли. Да. Кстати, Blue Storm, серый, да, Blue Storm, конечно. Да, не, не, не. Blue Storm вообще, забудьте, он, да, он уже пропал, там, лет столько, ну, давно. Blue Storm, это чисто WCG-шная была, насколько я помню, карта. Ну, не, на Корее тоже они играли, но, может быть, на Корее играли как-то из WCG-шная. А, ну, еще, кстати, мне просто спрашивали, говорили, там ядерки использовались вот в первом StarCraft, вот как раз вот на этой карте, где, не помню название, там ядерки в поздней стадии использовались, потому что с мейна можно было на последнюю нычку кидать ядерки. Да, кстати, там вот именно, да, да, пятая, пятая там как раз бывает в таких местах интересных. Так, Риппер летает и Прокси Старпорт опять, не фактаток Старпорт, но это Либератор, видимо, Прокси был, да, я не знаю, что это будет Прокси. А Депп поддается тут, смотри, ему перестреливается. Тут на Мэнни Риппер, что-то с Прокси воедет. И не успел, минусу, короче, оба отдали. Ну, кстати, оба убили, потеряли, но вообще примерно рано. А, вот здесь, смотри, что устроится на Мэнни, там, FusionCraft устроится, вот в чем дело. Нифигасе, это что такое бут, что-то? А, это Рейндж, на этой карте, ребят, Рейндж Либератором, это, вот ее, кстати, отчасти тоже почему убрали. Рейндж Либераторов здесь без Стергита тупо как бы не отбить, как бы нормально. Ну, да, вообще. Если Прокс играл, то есть, там, два Либератора прилетают на такой стадии, краешек минералов заблочил, и все, они висят вне рейнджа, не пилонов, там, и всех-всех юнитов, как бы. И на второй, и на Мэнни, и это очень печально было для Проксов. Но тут как-то не совсем вовремя, по-моему, FusionCraft был заказан, и что, Рейндж Либератором делать, надо же Лаба на Старкворте, получается. Да, да. И нужно еще очень важное условие, первое, Либератора не отдать, потому что можно сейчас залететь, его отдать, и, ну, печаль-то отбудет, короче. Ой, мне кажется, достает пилон вверх. Врача же, да, по-моему. Да, достает, надо складываться, улетать, успевает, улететь, ну, хотя бы все от КП. Да, интересно, заготовочка идет от Тирана. Так еще главное сейчас, получается, Милка не будет это знать. То есть он, конечно, увидит FusionCraft, но, может, BattleCruiser подумает. Спасибо, пацаны, всем еще раз за поддержку. Все нормально. Вся, за поздравления спасибо всех, короче. Да, ребят, тоже спасибо всем, всех с наступающим. Тоже так. Кстати, третий на ЦЦ-шку уже ставить, нафига себе он вообще, такой макро-макро игрок. Есть еще Либераторы, кстати, в годик, а тот погиб или нет, да? Не-не-не, подожди, разве погиб? А, его вычинили, его вычинили просто, я смотрю, какой-то зеленый, я думал, новый, что ли, висит. Нет, это старый. Блинк есть у Милки, но он не успевает прилететь, и Либератор сейчас хорошо там облетит, и с Мейна облетит, и, кажется, понял, Милка, что здесь будет, да, смотрите, уже, то есть Фениксы, пошли план, проваливаются. Но Грейт этот не лишний будет, на самом деле, на Рейнж Либератором, в любом случае. Да, он пригодится еще. Но сама задумка... Сейчас apply block, то есть Феникс-то не строится, сейчас успеется еще с Рейнжом что-то подрезать, судя по всему, Милки, Милки, Милки Кау. Так, все, надо раскладываться, да, пошел на Мейн, поверчар ставится, но он бесполезен здесь, как бы, на 3, 2 начинает бомбить, но 5 пробок минус, как бы. И Тиран плюс, и по лимиту получается. Единственное, что вот такие билды, такие билды, Тирану желательно, то есть, если ты халешься, то ты на Мейне уже долго заседать будешь, нужно не стесняться, там 2 инженерочки ставить, грейдами закреплять. Ну, грейдом закрепить такую тему, это самое хорошее для Тирана, то есть, если билу там по-любому не будет отставать от Протса, а то и в плюсе будет, то он будет драться, там, ну, несмотря на какие-нибудь сюрпризы, да, там, если же Шторм какой-нибудь будет пораньше, можно будет нормально разваливать. Хотя, в принципе, и одна есть, как бы, да, тут инженер. Ну, тут, да, такой получается, знаешь, 50 на 50, то есть, может быть, просто, знаешь, как бы хочет, то есть, более надежно сыграть в плане того, что там вот пораньше второй Старпорт, и сейчас, может быть, он начнет продакшн этих, либераторов еще. Да, ну, тут вещь, тут еще, как бы, понятно, что в идеале может быть и так, но от исполнения зависит, там ЦС-щику позже перевел, здесь еще что-то, то есть, ресурсов в итоге меньше, как бы, да, там, чем могло бы быть, и ему не хватает, то есть, можно, конечно, по факту уже ЦС-х и перелетел, там, и Армари вторую инженерку добавил уже, допустим, там, ну, и, как бы, Протсу вроде пока нечем напрягать со стороны Тирана. Да, для Тирана, то есть, что он может с либераторами отбиваться из дома-ки легко от всех, как бы, его катастроф. Да, с либераторами, и просто, ну, турецчик нету, как бы, особо тут, вот, это тоже не очень хорошо. Ну, Тире тогда не хватает, не может. Кстати, реактор на втором Старпорте пошел. То есть, сейчас можно тупо строить по 4 медивага, по 4 викинга, по 4 либератора уже с рейнджом, по 4 либератора уже с рейнджом, то есть, как бы, Тирана просто главное не ошибаться, у него все хорошо. Хударки, блин. Вот это тебе и турецки, как бы, ребята. по призме попала минка сейчас как бы но сбить не получилось туреток нет нигде просто в это время еще милка и сталкерами приходит сюда очень жестко туретку не продолжает строить на мэйни вроде как это убежит сейчас еще стим хотел отменить но стим не отменить в итоге надо вот на второй да тут надо побыстрее на стиме и не дать выйти ему из аренжа туреточки то желательно уходит а что-то наявку по моему много туда сюда короче начинается разделить настроение такое туда и сюда они не знают куда они говорят сюда бежим другие туда что делать непонятно перетягивание каната и за забыл вообще про дарка круча так стоит такой там за гаражами курят все время слава богу типа забыли ух на мэн еще раз и туретку на мои не поставил да то есть получается и там дар стоит шатает шатает вот пару один буквально это то есть получается что момент просто ты в плюсе да как бы и ты не ставишь там туретки перестраховочные то есть элементарно 300 минералов пожалел либо не успел как бы тупых а я думаю что здесь второе скорее всего было просто ну забыл не успел как бы и в итоге один прилет дарков все ситуация переворачивается только на голову просто все уже лучше как бы 69 все четыре парабам и боевому боевого больше у тирана пока игры ды лучше сейчас еще дар пить притаился здесь он тиран уйдет куда-нибудь он как выскочит там и начнет нарезать например а причем ups видит где армия тирана то есть ахтеда мимо проскочил еще марик 1 рубил опа меня здесь нет ребята как в этом муль как мультики в работе получается марики туда взад вперед бегают без интеллекта знаешь сами по себе типу не дарк такой опять за депохами встал гаражный боец такой выскочил пару кабин развалил вообще такой прикол происходит что тиран то копит либератора с дальности уже и мелко без темпестов если тирана тут ключевой момент как бы получается при отсутствии левера то просто этих темпестов просто вовремя либераторов разложить есть тиран фейлит как бы раскладывает их по факту колосса там со сплэшом все сбривают конечно плохо тирану тогда если он вовремя раскладывает все окей так здесь вовремя здесь вовремя тиран раскладывает так сейчас пару даже залп успевает делать но нужно вот по одному так вперед идти конечно с рейнджом это просто просто контролить нужно с рейнджом и все и сейчас в этот узкий проход залезать и все решил даже сверху сверх надежно типа сверху это но мне можно с дропом получается активно надо дропаться можно сейчас 3 медивака нам и например сделать дропа хотя здесь пилон один есть но он всего один перед роб прямо вниз пошел туда надо либераторов дальше-то раскладывать да что прикрывали да сейчас прибегут сталкиваясь медиваки могут не улететь как-то надо надо именно в рейндж стоять либераторов если вот такие темы делать как бы да да они непонятно куда разложены данным на правую сторону длевую там здесь один туда вот так куда его бревать просто но на самом деле тиран здесь замудрил слишком и он просто мог вперед идти спокойно да ну вообще да то есть у него либераторов такое количество восемь штук не получается восемь либераторов с дальности вообще как-то пробивать в этом правда натураль в это релочи на 3 базе ну вот принимая много на четвертый nexus здесь просто уже не защитить а вот я голоса конечно раздают один либератор предупреждает 1 16 кп оставил терм надо то есть еще просто либератор постепенно перераскладывать дальше проходить двигаться здесь может быть дотекание пехоты подводить и может это зажимать процесса убил камни теперь опять начинает чтобы пехота знаешь не проставила вопрос да теперь тут просто сколько 7 колоссов это гигантское количество с плюс 2 тем более они и теперь просто самым ключевым условием конечно же будет чтобы но они на халяву просто не зашли без либераторов как-то все билу не сожгли ну если билу сожгет то тогда и либераторов убьют так здесь тиран код перемещается опять пошла раскладочка заново адепты будет не тогда это не будут рваться но и правильно им некуда незачем подобраться абсолютно как как-то разложит то переразложит то есть тут как бы есть либераторов много но получается здесь уже и не в либераторов то дело в том что как прикрыть ему хорошо ведь его все вот выгорело сейчас мясо ну правда колосса залезли и тиран принципе достаточно неплохо да здесь разметиться он еще там и побомбил колоссов немножечко можно переразложить переразложиться в другом направлении короче как игра с кошки-мышки полетела сейчас приходит билу еще группа такая неслабо сейчас либераторов нужно разложить и ну милка решил что надо милка уточнить что улететь как можно быстрее отсюда милка подрезал два либератора молодец у пинка минка вообще героическая по колоссам 20 сплэшом просто развалились а них не было хп практически вообще герой каждом минку бы так взрывала стабилизатором 2 минку еще у зеленых до колосса по 30 сплэшом сразу все минус 4 опять экспон нилка не успеет защитить в контратаку что ли идти ну как убивать этих либераторов пошла контратака здесь надо так а здесь есть либератор хоть один дома да есть четыре йома сейчас вышла прямо с прироста то есть надо третью раскладывать убивать здесь уже просто уходят то есть он не собирается драться пошли пошло пошли даркам там всякие блинки в стиле хухой дестабилизатор так сейчас жестко бомбанул блин просто только сейчас биодестабилизатор забрал скана не проходит сейчас просто но либератор тем не менее слабо домомбил здесь нужно отметить этот пак то есть лимита хотя боевого тирана больше как-то пошли 10 улетела короче говоря в это время на мэне приходит надо да рано даршайн убить эти блин даркам делался не не доделался в итоге ну просто 23 на 21 тирана но сколько либераторов здесь 5 это достаточно много там три колосса два дарка ударку кстати если потерять например сэсэху то будет нечем обнаружить вообще хранить вообще одна демоджина в хлам вот это и надо улететь да нужно в космос и срочно улететь просто сэшки вилка причем не успевает ее сбить у него 1700 то есть как бы в размере это тут все хорошо так 2 плюс медивак кстати очень важных медивак они с энергии они смогут вылечить здесь надо все зданиями улетать ну стим не так насчет стима как бы не надо стима на такой стадии особо там жать просто нужно вылечить пиво сейчас потому что бой то принимать придется в итоге основной да и вот эти цешка которого справа феникс феникс черт побери феникс прилетает сейчас просто сканов не будет и дарки за решают в итоге что за бред что за чушь а чё стоит там милки к вообще вот это да блин не успевает не успевает 1 чертов феникс ну блин милка чё врубил голову правильно понял что надо убивать скан а здесь ресурса нет вообще тирану сейчас нужно либераторами лететь короче в угол убивать феникса издание прикрывать и на ничью просто играть на победу ему уже тяжело будет точнее на победу практически нереально видеть просто можно запилить нектус просто пилонов и стоять ждать как бы пока он просто будет добываться с дарками с а тирану в лоб то тяжело будет наломиться если он либераторов сольвет то это все гг как бы уже тогда ему точно ну подожди смотри сейчас просто либератор и получается сжимает отчасти просто как он будет выходить отсюда еще цешка цешка очень важно а я не замечу что цеха есть если цеху отопьют то еще гг милка пишет я вообще не заметил цеху ребят извиняюсь ты видел вообще до этого я только кстати полная скана просто лица цеха там летают он просто милка гоняется за летающими цехами а стоит цеха короче с полной энергией просто ну там на базе где-то прикол вообще нормальный цифер привет римс ребят всем привет всех наступающих спасибо за поздравление так что сейчас кстати кто хочет в ближайшее время сыграть с нами в монобатл готовьтесь сейчас уже счет 33 они играют шоу-мач до пяти побед и потом соответственно может замутить такие совместные игры а что они горит орбит алка чуть такой за орбит алка ну вот милка говорит в чатике да что орбит алкогол то есть он имеет ввиду карта или что станция что-то что за орбит так орбитальная верфь может быть но видимо до создавая его как бы больше такого не было ничего и в орбитальная верфь так сейчас кстати карта же вроде более удобно для тирана чем для протаса страны шоуц проиграл процесс его вера а для тирана да странно кстати так хочу я уже не помощью за орбитальная вера ну здесь знаешь кармане получается то здесь центр есть проход но такая карта что в углах то есть находятся игроки в левой части и в правой части в левой части внизу справа наверху где еще и marine lord выиграла innovation на national wars так сейчас а все понял короче все удобно что и карманы есть сразу надо ну да просто мне кажется что она больше тирана подходит чем протас хотя конечно в целом более-менее нормально такая для всех раз но просто этот карман он может сильно зарешать то есть там без то что стенку террин стоит протас не на сто процентов будет тяжело угадать что радио играть тиран в три базы там волын с двух басом ну в общем и ректором здесь прыгать сейчас ради как разделить нужно призовой будет но это придется уже после того как кому-то на аккаунт как бы призовой выведут касс аккаунта выведут на какой-то кошелек кому-то переслать там другому другого варианта здесь нету как бы я ну можно конечно ну там я не знаю просто я не хочу из-за двух тысяч там писать мишу как бы 31 кого-то напрягать я думаю у всех там кипишь как бы и по сайту и ну после праздников можно так скажу сейчас просто ну не до этого люди людям я думаю будет ну да скорее всего алекс миран привет ребят всем еще раз привет заходите в starcraft на канал либо браток либо снг то есть кто собирается монобатл играть так мелкий вайкере что немного хочет отдохнуть потому что устал насколько они же получают 6 игр сыграли то есть если в высоком темпе то да нормально нормально замес неплохой но вообще тогда конечно вот если игрок устает он обычно начинает чизить либо какие-то такие агрессивные стратегии катает 1 базовые 2 базовые поэтому у мелкий в этом плане есть преимущество так серёг ты кстати запись не выкладывался вчерашнего выложил только час просто она еще вот там 35 процентов обработалась а у тебя потому что крит youtube через два часа примерно уже будет доступна но видимо еще тоже не в максимальном качестве к его это просто потом ссылку как разу группу тоже скину да 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 ну я сейчас тебе сразу просто скину по которой будет доступна она кайва а давай окей вот там потом наверно может она поменяется ссылка да не она не поменяется уже не не да должно быть то же самое надо с ними 2 на 2 сыграть 2 на 2 а но можно в монобатл а ну да кстати в монобатл тоже можно вот мне кстати здесь пишет скатка что paypal сравнение веб-майнер с или киеве просто бревно нифига себе ну не знаю мне когда я там какие-то вот маленькие оплаты то же самое премиум не знаю мне если удобно дело не в этом дело в том что как бы он международный и более популярный вот и все да как бы тоже например тинькофф в карта банка как бы там все вообще проще без комиссии вообще но как бы там надо приложение устанавливать чтобы сообщение приходили да как бы штука люди пишут во первых во вторых там надо ну короче во вторых а ничего не надо во вторых просто сберу всех практически например то есть им удобнее просто сбера на сбер большинство переводить как бы получается да да там там много таких нюансов то же самое как гудгейм и твич твич более распространенный но лучше то на гейме да конечно не а многие этого просто и не знают сразу то получается да как бы то есть а потом только узнают что лучше то здесь к его да так что то же самое там paypal скиви так но здесь я забыл судьи поставить ну ладно это так счет 33 и и у нас вот карта здесь такая но опять же там тоже макро карта здесь я не знаю как вообще лучше процессом играть ну термин через бэкс через их спанда в самый раз где даже халявить можно стоять треть еще их спан играя через в этом году напряжно ребят ну и в этом и в макро играют в прошлом году от мелко как сильно играл но вот в этом году он там на квалификации зажег а как-то ты в прошлом году но сказал бы что он сильный игрок или такой среднего уровня кто вообще где-то светился вот милка не все известны были уже и в том году просто как бы в этом уже милка ну и отборочные проходят прогресс есть просто он бы был больше если бы больше этому внимания уделялось ну понятно тут опять начнется найти еще с моей стороны там команд нет там и т.д. но стандартная складка ребята чем больше ваша поддержка тем больше мы будем тренироваться так что на вас большая надежда особенно я буду батлкрузера быстро устроить ну больше у Серега будет стримить так что да понятное дело так Ронни кто международную систему с пистичковой конторой сравнил да киви и вебмани у них тоже безопасность там особенно у вебмани у меня просто телефон как бы вырубили мой симку ну я уже рассказывал все мне теперь хрен восстановишь там заявление писать надо какие-то но я попытаюсь там по иному еще ну как бы пока не до этого было вот ну короче свой кошель не зайти ни хрена жесть да система тут очень быстро то есть факторка идет а тут ну как понимаю прокси гейт о старый гейт от милки и вот первый рипер сейчас будет ли заказан куда еще ребята ну кстати нормально адепт успеет более-менее ну вот старгейт может зажечь хотя в предыдущих играх когда игра вот тиран в макро он делал минки так что он может закопать и соответственно встретить этот старгейт но старгейт просто очень ранее здесь получается там может быть так получится ситуация когда одна минка и надо решить куда закопать на майнин натурал оракула может соответственно прийти другое место это надо зажигать это вот прокси прокси в этом плане решают но зато прокси старгейт и проще спалить и проще смотреть продолжает ли просто например строить фениксов или нет то есть тоже если он не строит фениксов значит можно делать дропы там но как-то проще играть в этом плане по воздуху более стандартно а если продолжает строить то значит просто от обороны больше минок и играем 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 дальше рипер тут и зажигает разводит но недолго недолго музыка играла короче вот такой еще кстати момент я обратил внимание с одной стороны как всегда говорю может быть это и не скажется никак но вот старгейт с пилоном не надо так ставить их можно с хг выбить этот камней чуть подальше чуть чтобы просто вот юниты там с небольшим рейнжом выбить не могли просто и все все позиция это примерно стандартная что поставить тут минка минка же поминка делает бабах две ксм и что вот сюда просто так ведь альт g как там мигать я чё забыл вроде альт g да или альт ctrl g а у меня чё-то не эти не появляются сигналы на карте у меня тоже почему-то странно короче ну что к минералам сюда поставить что сюда его все равно идут как везде а там ну выпить тяжелее будет если в этом направлении поедут как бы получается причем еще такой прикол есть когда внизу так здания стоят протест не видит например сверху ксм к подъедет или варик подойдет тоже заметит а протест даже об этом знать не было что я замечаю так разваливает милка кау пилон да можно из торги тупи штук вижу не давал да и теперь кстати такое с танками опять же помнишь пуш как надо и брейк вроде был похоже такой же пуш будет что-то наподобие делать и может может очень сильно зайти потому что часто ветка технологии у протеста скажем так от канул в общем плохом плохое развитие у протеста здесь третий nexus ставится то есть наглость а у тирана вот масс масс гопша собирается ну да по боевому 22 на 8 как бы это говорит о том что тиран может просто сейчас идти без сима ну то есть не ждать не а у него уже делается стим кстати где можно сейчас идти как бы получается и тайминг и подхода будет очень крутой стим как раз там доделается в ближайшей перспективе то есть уже там 80 секунд остается это не так уж много я думал второй танк скорее всего дождется нашим типа как крит масса там такая ночь типа минки даже сначала полетел не решил что так не ну как бы если вот так вот действует туда нужно что-то там минки хотя вдруг и что-то делать здесь 3 нет участка он пошел очевидно что на глава мягко говоря этот не после фейла с оракулом и так еще и развиваться на ну кстати тиран понял то есть и такой собирался за место танков строить ну то есть бараком 3 перелетать заказывать щиты но потом опять посадил во фех 3 заказал третий танк то есть он собирается просто стану можно было просто например ну минки подвести на широкую рампу сейчас окопать и к ним выход делать например про санки не выбиты ну как бы новый чё тут можно было на мэн залетает пока происходит то что увидите милка побежал отсюда так кстати здесь всего один пилон на 2 дар шанча спалил лову и можно зайти до мне ренджа тут дар шайна окопаться пробочку вел на майник с эти минка еще даже и не стрельнула а у аксов нету а не погоди роба есть а где обстанить вон у нас далеко летит от второй базы там летит а прям на натурале и на натурале еще один через эту видимо подвою час мин так по мазеркору даже не успела что она стрельнуть так здесь миночка копается сколько у нее там 2 секунда 1 секунда залп и пробки подъехали прям сюда на раздачу 3 минус хорошо еще 3 всего погибло хорошо спасибо за поддержку никнейм не услышал ну здесь вообще сейчас ситуация такая что конечно адепт это сильный юнит но сможет ли с этими юнитами да еще ты да щиты подъезжают на мелкий кау кстати говоря здесь и тут и особенность карта собирается использовать тиран то есть раскалываться по танку можно просто поставить танки снизу в сич и камни пробить и зайти спокойно сюда но танки нужно сразу сидеть кого нет смысла и не выходить на хг они достают любом направлении но решил ладно сидеть разложить под камень ну тоже хорошая вообще один можно наверх до танки достают до нету свои можно править войти наверх просто и все здесь призма есть как бы контур врыв пытается сделать какой-то мелко но пока ему ты не сделать танки очень больно здесь бомбят по адептам достают от адепту и как он достает все то нет падает танчики на сложить дойти вперед да потихоньку двигаться и все подвигается внизу есть зас и есть сейчас пилонов здесь пять штук целых можно там чешка в карман залетает дробь разводит разумел как-то блин прямо мой плейте 02 было до 02 и 4 3 матч point уже получается офигеть я не что там рион пришел здесь тоже хотят все деньги выиграть пацаны или просто везде угореть я не знаю патрулиц собрать все и везде так сейчас и руки те ведущего дам давай зову всех сюда как здесь читайте ведущему вы сделать лопа не могу все окей сейчас там записать просто дедпул спасибо за поддержку ребят всем спасибо так и ребят всех с наступающим тоже новым годом так что готовьте сейчас сыграть моно батла кто хочет надрать нам ну просто у нас очень победить лучше готовьтесь сразу слишком много мы не будем играть часик часик чуть может побольше пару-трех раз так милки-вэйч милки-ка уйдет долго милка уже готов отыгрываться быстрее и быстрее мы ничего мы еще сейчас не начинаем то есть ребят минут через 20 через 30 сама ранее думал когда будет монобатл то есть может быть даже попозже здесь все зависит от шоу матча а на какой канал ребят заходите на канал от starcraft и заходите ставить вот просто слэш до вас выскакивает список войти выбираете потом пишите снг большими как бы латинскими дают все и интер вас кидает на канал здесь вот игроки соответственно отсюда будем инвайтить в игру и будем играть уже вместе что-то там четыре мне подходит который в монобатл хорошо играют опасно опасно ребята ну почему у вас еще не новый год чего не отмечайте это уже пора по хватит у нас выигрывать держа на соточку еще прицовой рожь надо просто сами игроки то об этом знают знаешь они играют еще за 500 рублей там например ну молодцы на самом деле поддержать муж я думал сейчас какая не будет туфта там типа чизы кто не там 4050 а тут у нас борьба и прям игры такие идут теряю смотри так прямо раскликался 43 уже ведет хорош хорош как-то мелкий да не получился небольшой число stargate совсем не окупился первый оракул сразу на минку залетел вот и тут сейчас конечно вообще карта макро но здесь тоже можно ставить прокси прокси старик сайте кто-то расположен у мелкие вот на это наш рядом с нексусом крутится это шоу-тайм что ли да это вот сблизко на это да я сразу тоже не понял он какой-то такой страна рюзму сочетая и думал сначала года и парь потом думаю товарищ сталин что ли я не знаю потом смотрю шоу-тайм это все-таки немец короче ну ему там близко с калининград почти как этот сосед а тем более раньше калининград там канинсберг так ну ладно здесь искать и не будем углубляться до ночи пока милка сыграет в экспант причем оба кстати так зеркально делаю разведку прикольно по карте и две одинаковые линии не с первого раза до получились факта ранее зато на мини карте будет красиво рисунок звездочка что ли нарисована так ну что обувь макро кросс респ и наверное до мелкие ты что хороший вообще вариант мелко с новороссийской короче говоря они с калининграда ну ладно и значит почему то погодите почему у меня такое было марасе издает может милки-вэй как раз или они задавали милки-ка вроде нет откуда-то из центральными кажется россии не знаю липтон а липтон от калининграда все понял при 4 знакомо но не погладно спрятал ксм к милка милки-вэй прям на базе у протаса и видел ли это кстати милка потому что этот вообще этот ксм к может потом таких делах натворить но самое главное разведать то есть чешка шарикер пытаться взлететь на рипер потом вот когда выходит здесь адепт и мало шипкор уже пролетит альтернативных врывов никаких а ну здесь смотри ты говорил ксм куда стоит да 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 вот я и говоришь она кого сейчас все это может разведать тысячи халява и при этом рипер останется же не надо отдавать конечно смысл то есть можно будет залететь минками пока тиран будет просто в замешательстве там рипером еще заскочить например попытаться на третий next знаешь там что-то но очень стук у него здесь все как бы ксм увидела главное рипер не потерять и теперь это хорошее преимущество у терна теперь он знает что к нему не прилетит никакой оракул поэтому можно спокойно дропы сразу две минки там мариков мариков с собой брать и не париться там некий на туретке ни на что там вот в этом плане очень крутая тема посмотрим можно даже после дропа минок теоретически да там лава у нас факту танчиком третью цеху подхалявить или чего-нибудь ну как-нибудь подхалявить потом тут на самом деле он может наш и волын сыграть например с двух бас опять же пуш попытаться сделать там с танками с рейвен фьюжен корр опять похоже будут либераторы ну кстати здесь тоже есть я получается зависнуть между 3 2 на мэне там вдалеке можно зависнуть интересно кстати тему москвы да . минутка у нас туда дроп уже летит с двумя минками но натуральные мелкие всего лишь одним пилоны причем пилон не перекрывать минеральную линию это все плохо очень вот живой реперы спасибо что живой минус пробка хорош как говорится третий них вышел она ставить и минус нули так на второй базе мазеркор то есть получается мэйн кроют по верчажами причем пилонов в центре минеральной линии нет а здесь три сталкера даже два осталось и а пойти пошел и репера у как репер решает еще раз пробку минус рипер но он героически сражался здесь минки на халяву залетает еще поэтому злокали убежали сталкеры убежали и даже мне кажется что в такой ситуации даже лучше чтобы оставались зачастую сталкеры почему шминка все под тремя под двумя-тремя сталкеры может успеть копать здесь не успела там ваша корда помогал то здесь разрядилась на две пробки минка лучше заберет наверно мелко нет или не будет тиран густом и дивак увести понедоложение вниз берет ну ладно но все равно немного под напрягал так чуть-чуть но вот дали с либератором конечно это очень необычный бил такой мне прям интересно за этим наблюдать потому что ну да чё ну кстати как это применит он вообще как вариант может быть на новых т-картах на проанализировать друг где-то это будет применимо на самом деле вот ранее хотел вот это поначалу даже на том же вот этом крыле смерти там решала поначалу потом уже все как-то уже даже не видя фьюжен кора там по каким-то зданиям начинали понимать просто ну такие уровни понятно топового там как раз как шоу тайма они сразу же там старгей пилили просто и все пока рэндж доделся уже грелка вылетала и а какой нибудь сейчас там например две грелочки подстраивает с тираном против либераторов там зачастую то есть нужно смотреть уже как то есть можно от лол сталкерами блинтуса под либератора но но не доставал типа да но вероятно а жизнь вообще ему по всем как бы висит и столько минералов в лочь то с 4 и для него просто не достать ни с одной стороны причем на него не достать до а старгита то нету просто беспомощный просто называется пробка заехала минус пробка на либератор не прощает просто эта зона его зона да и теперь проблема очень большая милки сейчас еще на мэн летит там конечно пилон стоят просто пока не построить торги пилон то можно разложиться на пару минеральцев как бы с той стороны где пилон вообще не достанет даже я не уверен достанет ли тут это вот да понятно и всего но можно вот со стороны газа например вот верхнего ну и сверху да тогда точно там недостатки можно и назад отлететь не обязательно ох даже здесь не достать просто жесть пока феникс из их не убьет добычу просто смотрите 1000 там на 2 с лишним тиранок и вообще да то есть тиран уже на 20 лимита больше и 3 ссс и плюс 1 то есть все вообще у милки кау здесь замечательно сейчас феникс 1 вылетит начнет ковырять либератора сначала на мэне заберет потом прикольная стратегия на этой карте сработало вообще хорошо я не знаю почему они такие карты старые вы выбрали не знаю сейчас будет пуш очень мощный процесс что есть только дестабилизаторы там сталкеров немного но против пехоты они не очень и все фениксы но фениксы как бы в маленьком количестве сейчас уже не решают и как отбивать третью базу вообще непонятно то есть тиран конечно пойдет вперед я думаю должен по лимит то вообще тут просто жесть какая-то происходит по боевому идет о всем стимпазе стимпача сразу призму увидят и призму сейчас перехватит минус призма еще это очень неприятно как-то мелко в наглую там призму раскладывать 2 базы она об сумел что-то армия делась думал может ушел далеко она у них только сил ногу то тоже контроль вот пошел выход далее через как-то хитрый тут мелкий кауч вне вне ранжа ксилнаги пытается войти но тут все распалились все один дестабилизатор да не один дестабилизатор здесь не отобьем даже даже при самым удачным выстреле не ну при самом-то удачном да наверно ну как-то я не знаю это будет ли он во всю кучу да надо попасть что можно просто покуснуть сейчас дестабилизатор на но не он вообще там пару юнитов забивает все плохо здесь у милки похоже на 5-3 пользу мелкий каун фигать сегодня в этом году точнее милка не стал дальше сопротивляться на тут особо ничего и не сделать там просто большое преимущество жестко жестко все 53 поздравляем с победой милки в ну что давай начинаем замеса новогодние мигбас привет какие планы сегодняшний стрим и сейчас собираемся вот поиграть монобаттл хотя потом зангет на пару часов сейчас эти божди маги еще напишу может быть он будет и миша тоже вообще может быть так короче пацаны задержки не было потому что стоп старк пильну что шоу-матч короче отдельно был запилен потом я не знаю как бы отпишите там чё там как потом мне после нового года как бы наверное по поводу призового там как чё поделить надо вера просто в общем то можно сделать элементарно тому кому придет от призовой он выведет на свои какие-то кошельки и сколько нужно переведет тому второму месту как бы и все то есть мелкий каут тебе перейдет ты там перешлешь делаю стоп-стат